я в очередной раз призываю вас ставить лайки под нашими видео это обязательно это помогает нам продвигаться и это дает возможность большему количеству людей увидеть наше видео подписываться на наше видео все еще процентов 25 из постоянных наших зрителей не подписаны да и не постоянным тоже пора подписаться но и помощь каналу об этом мы не забываем напоминать и за это мы не забываем благодарить всех кто что-либо жертвует нашему каналу а помочь ему можно только единственным способом перечислить деньги на расчетный счет который мы показываем в каждом нашем выпуске сегодня у нас 426 выпуск открытой политики и начнем мы с работы над ошибками предыдущих выпусках мы в отношении двух персонажей допустили непростительные ошибки сейчас мы будем исправлять говоря о кадрах и кадровой политике михаил борисовича ходорковского признанного иноагентом на всей территории цивилизованного мира я упомянул о том что к работе он привлек руслана валеева конечно же это не так речь шла о тимуре валееве который вместе с машей бароновой и прочей как бы либеральной как бы тусовкой москвы в общем-то и развалил благое начинание михаил борисовича вот эту ошибку мы хотели исправить а еще я ошибочно назвал алексея касьянова ныне главного федерального инспектора по республике башкортостан экс-прокурором ну это вообще вызвало бурю возмущений потому что действительно на самом-то деле алексей касьянов был у у нас руководителем следственного комитета по республике башкортостан до тех пор пока ему не пришлось скрываться в недрах белого дома ну там от разных последствий его руководствуя этим следственным комитетом ну да ладно любопытно то что вот самый последний или как говорят крайний руководитель следственного комитета прб денис чернятьев тоже превратился волшебным образом в главного федерального инспектора но уже по челябинской области видимо это у них какой-то такой стандартный запасной аэродром для них вот резервирует эти должности чтобы не дай бог без работы не остаться мы продолжаем обсуждать дело шевчука а вернее последствия уже этого дела и вот на минувшей неделе доступным стала документы суда результивная часть решения суда что как бы очень важно потому что мы первоначально узнали только о решении что виновен не виновен и штраф не штраф и вот судья егорова сподобилась таки выдать в общественное пространство вот это результивную эту часть и мы с любопытством ее изучили в частности мы выяснили вернее там сообщается что перед концертом гражданин шевчук цитирую задавал вопросы зрителям тем самым призывая дать оценку событиям происходящим на украине конец цитаты а также гражданин шевчук побуждал людей сомневаться относительно целей нахождения российской армии в украине конец цитаты то есть теперь задавать вопросы это уже преступление а сомневаться это еще можно или уже это тоже преступление хотелось бы уточнить сомневаться усами устно письменно или молча в уме это преступление или все еще можно не до конца понятно теперь выяснилось из этого документа что для того чтобы быть осужденным за дискредитацию вооруженных сил вовсе не обязательно озвучивать слова вооруженные силы или армия то есть какие-либо ну это уже мой вывод какие-либо оскорбительные слова без привязки к армии или вооруженным силам или как-то иначе конкретно тем не менее могут быть значит истолкованы судом в пользу вот подобного приговора то есть суд сам определит в чей адрес и что прозвучало по собственному усмотрению тем более что результаты законной квалифицированные экспертизы признавшие отсутствие в словах шевчука оскорбительной коннотации суд определил знаете как цитирую мнение отдельных специалистов и не стал принимать во внимание то есть ну конечно если бы эти специалисты были из бгу мне кажется что наверное они бы стали не отдельными специалистами квалифицированными экспертами их мнение было бы принято а вот эти вот те кто не признал те значит стали отдельными специалистами мнение которых не имеет значения улавливаете мысль да то есть вот такая теперь технология чтобы вы не говорили в отношении кого бы вы не говорили теоретически теперь может быть признана оскорбительным в адрес вооруженных сил и армии российской федерации какие выводы но выводы такие первое не разговаривайте ни с кем перед концертами это теперь опасно ни в коем случае не сомневайтесь то что вам говорили по первому каналу видимо это уже однозначно это сомнение становится предосудительным а то и вовсе преступным не письменно не устно не даже в уме не вздумайте сомневаться в третье не верьте экспертам все они отдельные специалисты и на их мнение всем должно быть принципе плевать ну как нам продемонстрировал судья егорова остерегайтесь вообще в принципе обвинять кого-либо в чем-либо вдруг судьи егоровой покажется что вы ругаете именно армию или флот не дай бог они свою собаку или тещу связи вот с этим всем на ум приходит не старый но очень такой подходящий анекдот который вам расскажу чтобы вы понимали как я вообще воспринимаю всю вот эту ситуацию судом над шевчуком и вообще вот с этими вот делами по дискредитации вооруженных сил анекдот такой 1940 год тревожное время война на пороге в московском метро ледут и едут люди и один мужик говорит своему попутчику задумчиво знаешь горит что-то вот мне кажется что этот усатый нас до беды доведет ну в тот же момент сзади у него защелкиваются наручники бдительные чекисты ведут товарища в кремль заводят к сталину и говорят товарищ сталин вот изловили гражданина говорил что ему кажется что усатый доведет до беды нас всех сталин такой значит пыхнул трубкой поворачивается и говорит ви товарищ кого имели в виду товарищ такой дрожит и говорит я товарищ сталин гитлера имел в виду сталин переводит взгляд на чекистов а ви товарищи кого имели в виду вот примерно об этом на самом деле вот эти все суды это вот это вот интерпретация вот это вот попытка доказать что если о чем-то не говорят то хотя бы об этом думают или подразумевают и так далее так далее все вот это вот мне увиделось в этом деле шевчука на минувшей неделе жители республики бурно обсуждали включение радио хабирова в санкционный список канады канада вслед за британией включила радио хабирова санкционный список и ограничила его в правах там значит владение денежными счетами имуществом въезд на территории так далее так далее ну во первых я не сторонник разделение семей и не желаю радио фаритовичу разлуки с близкими речь идет о том что жители башкирии почему-то восприняли как странно вот это вот включение в канадский список и стали задавать вопросы когда же там его включат в австрийский список потому я все-таки ну вот хочу сказать отдельно что ну не надо желать конечно человеку разлуки с родными и близкими мы все помним что одна дочь хабирова проживает в вражеской великобритании вторая проживает в австрии ну по большому счету следуя примеру своего кумира владимира путина хабиров конечно должен добровольно или даже принудительно вернуть обоих дочерей в родной башкортостан чтобы они здесь жили на родной земле питались башкирским медом запивали башкирским молоком из молочной страны и в общем-то не болела душа у радио фаритовича но вот почему-то он так до сих пор не делает но а во вторых конечно надо помнить что австрийская республика давно и крепко связано невидимыми узами с республикой башкортостан нужно помнить что даже в самые такие дружеские времена австрийская республика категорически не выдала по требованию прокуратуры урала рахимова российскому правосудию ну и как бы собственно эти башкирские миллиарды долларов которые от были в австрии вместе с уралом рахимовым тоже нам не выдали в общем конечно напрасно жители башкортостана пока возлагают надежды на то что австрийская республика ограничит хабирова в возможностях да собственно и желать его этому не будем на минувшей неделе в ленинском районном суде города уфы продолжилось слушание по существу уголовного дела беляева кучербаева бывшего вице-премьера министра жкх и председателя комитета по строительству бросается в глаза во первых конечно то что оба обвиняемых почему-то сидят в льготно на скамеечках в зале суда а вовсе не в клетке хотя российское правосудие в общем то содержание в клетке подсудимого на слушаниях считает нормой посмотрите хотя бы на того же розмана который вот на минувшей неделе был задержан и ему избирали меру пресечения в суде он был в клетке посмотрите там на человека которого там судили у нас здесь недавно за нападение собаки на ребенка он тоже сидел в клетке а вот эти два товарища которых обвиняют в общем то в тяжком преступлении почему-то сидят на скамеечках но видимо никак не могли допустить такого позорного фото вот решили их на скамеечку тем не менее оба обвиняемых с жаром отрицают не только вину но и само событие преступление попутно этому администрация кумертау с тем же самым жаром уверяет суд что никакого ущерба нанесено не было они работающие очистные сооружения видимо следуя их логике это только на пользу городу для меня вообще странно как могли администрацию кумертау привлечь в качестве стороны судебного разбирательства тогда как сам обвиняемый беляев на момент совершения этого деяния работал в этой администрации в общем всячески путают следствие и судебное разбирательство обвиняемые они ссылаются на отсутствие средств на пусконаладку оборудований из с чем они пытаются вообще отрицать собственную вину но нам удалось добыть таки контракты и сметные документы где черным по белому написано что в стоимость контракта входит пусконаладочные работы вот в те самые 95 миллионов которые сейчас вменяются беляева кучербаеву и мы вам эти документы демонстрируем также в ходе судебного разбирательства была предпринята попытка свалить вину на подельницу на женщину архитектора светлану гирш дескать это все она во всем виновата но тут вот эта самая подельница гирш смекнула к чему все дело идет и резко изменила свою позицию в суде заявив что следователь там не все верно записался ее слов а скорее написал неверно и в общем начала потихонечку отказываться от своих показаний надо понимать что решение по делу беляева кучербаева оно знаковое и для властей республики башкортостан и для жителей то есть с одной стороны если беляева кучербаеву выпишут реальные сроки реально уголовное наказание то однозначно станет понятно что концепция ради хабирова своих не бросаем развалилась и больше не существует и но остальные свои начнут вздрагивать как говорится почаще с другой стороны общественность республики башкортостан так внимательно следит за этим делом и дело это настолько очевидное что не принять обвинительного решения суд пожалуй что не может вот здесь конечно страшная вилка пытаются из нее выкрутиться разные слухи ходят о том что дескать там и хабиров пытается каким-то образом оптимизировать состав верховного суда чтобы впоследствии в апелляции это все дело отменить и какие-то еще там движения происходят в общем конечно масса разговоров и слухов а мы следуя совету алексея алексеевича венедиктова просто будем наблюдать мы конечно же ожидали новой книжки о жизни и приключениях мурзагулова в стане хабирова но пока дело обошлось обширнейшем интервью да еще и в закрытом для россиян издании ростислав живописно рассказывал о том как самоотверженно он партизанил внутри кровавого режима как спасал оппозиционеров от тюрьмы и как до последнего пытался сеять светлое и доброе в бестолковую голову ради хабирова в частности в интервью мурзагулов рассказывает что хабиров приехал к нему аж в испании просить помощи и поддержки при работе красногорске помощи конкретно с и с инцидент менеджментом в котором по словам самого хабирова ну со слов мурзагулова естественно этот самый хабиров ничего не понимал в общем пили вино размазывали грязь и слезы по лицу и умоляли умоляли помочь мурзагулова в работе в красногорске но не устоял мурзагулов уехал из солнечной испании но потом хабиров и команда по словам мурзагулова превратились в мафию а этого благородный ростик уже стерпеть никак не мог и метнулся он обратно на запад где некоторое время мыкался мыкался он по пятизвездочным отелям дубая по пляжем кипра виллам барселоны но в конечном итоге безжалостная судьба борьба с кровавым режимом загнала его в захолустный вильнюс и забросила мурзагулова и ульянку в объятия михаил борисовича хозорковского мурзагулов конечно в этом своем интервью говоря о своей биографии много что приукрасил кое-что тактично опустил а в чем-то и вовсе наврал например говоря о том что занимался бизнесом и так слегка раскаиваясь что он занимался бизнесом это были медиапроекты и некий development мурзагулов забыл сказать что на самом деле он занимался банальной коррупцией чиновника использовавшего влияние возможности связи то есть какой к чертовой матери бизнес в общем это было обыкновенное обогащение за счет возможности совершенно умолчал мурзагулов о периоде своей работе работы в курортах кавказа вот это тот самый момент когда они там очень знатно по ураганили с бюджетными деньгами с двумя братьями белаловыми которые собственно этими курортами кавказа там и рулили а вот потом когда путин потребовал крови этих белаловых буквально топнул ножкой и сказал а ну-ка сюда мне этих белаловых мурзагулово сдуло с кавказа аж до самого парижа ну впрочем видимо с деньгами у тех самых курортов кавказа ну и совсем уж врал ростик ну врал впрочем вдохновенно и талантливо о том каким он был либералом здесь работая в башкирии в команде хабирова значит как он всех начать отмазывал от тюрьмы как он не разрешал здесь какие-то карательные меры принимать и так далее и так далее но действительно от действий мурзагула пострадали многие в том числе и я ну я-то не сильно пострадал конечно у меня было всего лишь три суда которых он инициировал в общей сложности на 25 миллионов рублей но как говорится ни с кем с кем не бывает но вот зато крупные были проблемы у изданий которые отказались значит лизать ему ладони и пятки у этих изданий значит отзывали рекламодателей всевозможные на них давили и так далее да были проблемы у частных лиц я уже не говорю про писателя савельева но у многих-многих причем все это вот было так вот связки в жесткой связке с теми возможностями которыми обладал в тот момент ростислав мурзагулов очень многие помнят как все это было так что но песни о том что он был тут либералом и партизаном в стане значит кровавого режима конечно никак не про не прокатили так что нет ростик в этот раз вышло как бы неубедительно как-то немножко слабенько вяленько давай ростислав книжку про хабирова пиши книжка для тебя в принципе наверно беспроигрышный вариант а то и глядишь еще потом и на сцене выйдет пьеска помните да он тут пьеску лудил про рахимова ну а если чё я лично обещаю в темных переулках продавать или бесплатно раздавать очередной опус несмотря на то что предыдущий мэр уфы греков казалось бы окончательно зарубил проект строительства двух двадцати пяти этажек на пятачке земли где раньше ютилась а кафе на проспекте мэрия мавлиева опровергая любую логику и здравый смысл но веря видимо в откаты и заносы полностью согласовала эту стройку застройщик тоненьким голоском уверяет нас что парк от этих человейников станет только лучше что вокруг тьма тьмущая пустующих детских садиков и школ но мы-то понимаем что примерно 1000 автомобилей которые появятся в этом жилом комплексе разместятся всего в двухстах парковочных местах ну а все остальное как обычно как в нефтекамске а еще чтобы у финцам жизнь медом не казалось и видимо вместо перекатывания колеса обозрения на набережную мэрия явила очередной грандиозный проект башню кругового обзора чтобы это не значило в общем построим башню и все а громадную до небес сколько бабла планируется попилить на этом проекте пока нам а нефтекамские квн щеки не сообщили но в общем проект уже существует однако в мэрии есть не только смешные но и опасные инициативы вот например на минувшей неделе стало известно о планах мавлиевцев построить рядом с проспектом салавата юлаева снегоплавильный завод экологи уже бьют тревогу и предупреждают об опасности жителей зеленой рощи в частности они говорят о возможных выбросах нефтепродуктов и испаренных остатков антиобледелительных реагентов которые но неизбежно попадают в городской снег который собираются переплавлять в центре города вот эти вот нефтекамские квн щеки и пока жители уфы теряют время и покорно терпят все вот эти вот издевательства приезжих комиков фонтаны уфы в неожиданно взбунтовались причем взбунтовались одномоментно фонтан 7 9 девушек вышел из берегов и обрушил воду на прохожих в кашкадане фонтан вообще вырубился несмотря на то что люди собирались толпами посмотреть как же он работает фонтан партизан на улице округа галлия прорвался прямо из-под земли ударил чуть ли не на высоту пятиэтажного дома а вот на площади перед конгресс-холлом около памятника салавата юлаева где был фонтан курай он превратился в фонтан не курай в общем удивительная синхронность буквально это в течение пару-тройки дней все фонтаны города уфы вышли из строя перестали работать отказались радовать жителей возможно это какой-то сакральный знак или еще что то а может быть механизмы просто умнее нас самих к моему великому удивлению иногда реакция на наши репортажи бывает буквально молниеносный 22 августа мы рассказали о том что жители кузнецовского затона в отчаянии от того что у них нету школы детского сада и вообще там ничего у них нету в этом кузнецовском затоне и вот уже 24 августа прокуратура проверяет ход строительства детского сада а мэрия уфы присылает юмориста гониева который собрал общественность и долго и значит укатывала обещал им что-то выдал новую жирную порцию обещаний в конце концов обещал к двадцать седьмому году построить школу в этом кузнецовском затоне ну благодарности от жителей кузнецовского затона мы конечно не ждали и не ждем но лайки они нам точно задолжали практически уже минувшее лето выдалось для россиян очень непростым многие изменили свои планы на отдых на отпуск многие не поехали в отпуск те кто привычно ездили там в турцию египет или даже в европу отказались от этих планов в общем с развлечением были проблемы но только не у чиновников чиновники и депутаты наши любимые и дорогие развлекали себя как могли несмотря на то что они тоже ограничены в возможностях многих из них вообще теперь никогда не пустят в европу и в цивилизованные страны но тем не менее они находят себе как себя под развлечь вот например депутат государственной думы от республики башкортостан коммунист ющенко на время переплывает турецкий босфор несмотря на то что турция эта страна нато и и бла-бла-бла но однако отказать себе в этом удовольствии он не смог и господин ющенко по моим 42 место занял в этом заплыве а другой депутат государственной думы тоже от республики башкортостан лдп ровец иван сухарев решил потребовать лишения гражданства несогласных с курсом путина партии правительства но это его предложение видимо вызвано и воздействием каких-то неведомых нам сил или веществ это предложение вызвало даже у коллег его отропе возмущения в частности депутат госдома клишес напомнил вани сухарева о существовании статьи 6 части 4 конституции российской федерации который говорится что ни при каких обстоятельствах граждане российской федерации гражданство утратить не могут при этом клишес сам встречно предложил лишать депутатских мандатов тех депутатов которые выносят антиконституционные предложения а вот председатель центр сберкома республики башкортостан и министр земельных имущественных отношений соответственно илона макаренко и наталья полянская они занялись каким-то внутренним туризмом зачем-то торжественно открывает туристические объекты вот они на фотографии втроем начаться министром экологии почему-то открывает туристические придорожные объекты вообще причем здесь цик причем здесь музея и совсем непонятно причем из министерства экологии но тем не менее вот смотрите вот такая теплая компания может это конечно их собственный бизнес они просто радуются открытию этого бизнеса непонятно но вот такими вот нелепыми вещами занимаются у нас девушки из правительства а вот елена прочаковская которая какое-то время у нас отсутствует в эфире оператива к нашему кстати говоря великому облегчению так вот она время зря не теряет на всякую ерунду его не тратит занялась рекламой рекламирует кухонную мебель причем не где-нибудь а прямо в аккаунтах инцидент менеджмента ну вот так и хочется спросить а простите госпожа прочаковская она чьи деньги вот этот весь инцидент менеджмент запустили раскрутили собственно набрали этих вот подписчиков чтобы теперь там втыкать рекламу кухонных гарнитуров но очевидно что на бюджетные деньги так что наверное хочется надеяться чтобы гонорары которые получают прочаковская за размещение рекламы кухонной мебели на аккаунтах инцидент менеджмента эти гонорары каким-то образом делятся с бюджетом республики башкортостан а то будет нечестно незаметно пролетели две недели с нашего последнего стрима и уже вот время вести следующий завтра 28 августа в 21 00 66 стрима открытой политики подключайтесь заходите пообщаемся в живую можно прислать и нужно прислать вопросы заранее присылать их лучше всего в комментариях вот под этим нынешнем сегодняшнем видео так они быстрее завтра попадут в эфир а вообще лучше подключайтесь поставим очередной рекорд у нас на подъеме посещаемости подписчики но тем не менее нам всего этого не хватает до конца